Это видео будет интересно не всем, но если вас беспокоит деликатная тема запор, тогда смотрите видео до конца и узнаете, какие ошибки совершаете для обострения. Запор можно не допускать и не мучиться, когда стула нет уже несколько дней. Я поделюсь действенными способами, которые помогают в том числе и в остром периоде. Эти методы проверены с хорошими отзывами от участников курса Нутрициологика и доступны абсолютно каждому. Продолжение следует... Всем привет! Я Светлана Никичук, нутрициолог и фитнес-тренер. Разоряю на новый гардероб, потому что старый вам велик. Каждый день напоминаю, что не стоит ждать идеальности от мира, ее не будет. А вы живете свою жизнь здесь и прямо сейчас, так какой вы хотите, чтобы она вам запомнилась. Запор. Это затрудненное, замедленное или неполное порожнение кишечника, страдает которым каждый второй человек, вне зависимости от пола и возраста. Но существует закономерность. Чем старше, тем больше вероятность, и женский пол страдает чаще мужчин. Прийти к единому мнению в классификации, к чему относится запор, к болезни или симптомам, не могут ученые и врачи. Но людей, страдающих от нерегулярного стула, это не особо волнует. Им хочется, как и другим, не задумываться, а просто, без затруднения, сходить в туалет в определенное регулярное время и забыть об этом процессе до следующего раза. Вроде бы все просто. Захотел – сходил. В чем проблема? Но не при запорах. Не существует точного количества нормального стула. Это индивидуальная величина. Разбег от трех раз в день до трех раз в неделю. Но не реже, потому что это уже запор. Важна регулярность и отсутствие проявлений дискомфорта со стороны кишечника. Именно в норме и кроется первая проблема. Когда человек считает, что стул у него должен быть каждый день, а у него он раз в 2-3 дня, он начинает переживать и всячески стимулировать, чтобы стул был чаще. А для него каждый день это не норма. Еще хуже прибегнет ксения, которая вызывает привыкание и постоянное повышение дозы. К тому же слезть с нее сложно, так как человек перестает чувствовать физиологические позывы. Грустно, но из-за незнания и каких-то надумок человек нарушает определенные настройки своего организма. И вернуть их обратно очень тяжело. Поэтому самодиагностикой и лечением заниматься не стоит. А если есть сомнения, проконсультируйтесь у специалистов. Чтобы понимать суть проблемы, нужно знать, как устроен кишечник человека. Ведь невозможно сделать фарш, если не знаешь, как устроена мясорубка. Он начинается сразу после желудка с 12-перстной кишки и заканчивается анальным отверстием. Кишечник делят на тонкий, толстый и прямую кишку. На каждом этапе пища проходит определенную обработку. И то, как она ее пройдет, и какую, собственно, по качеству еду вы съели, зависит спокойствие в животе, регулярность стула и его консистенция. Именно в тонком кишечнике происходит полное переваривание всех нутриентов с собственным соком, соком поджелудочной железы и желчи. Без желудка можно жить, но без тонкого кишечника нет. Очень интересно, как пищевая масса продвигается по кишечнику. Ведь там такой серпантин, мама дорогая. Посмотрите только на тонкий кишечник. А толстый, то вверх восходящая, то влево ободочная, то вниз нисходящая отделы толстой кишки. Представляете, какую работу совершают мышцы кишечника и сколько на это тратится энергии, а мы этого даже не ощущаем. За продвижение отвечают пучки гладких мышц в толще кишечника, расположенные в разных направлениях. Они изменяют просвет кишки, то сокращаясь, то расслабляясь, то вызывая волну сокращений. Получается перистальтика, и фекальные массы движутся, преодолевая земное притяжение. До входа в толстый кишечник пищевая масса жидкая. Только в толстом основная часть воды и соли всасывается, а кал принимает привычную для нас форму. Как только каловая масса доходит до финального отрезка прямой кишки, они наполняют ее, расширяя и одновременно раздражают местные рецепторы. Возникает рефлекс вальсабы, при котором все наши мысли направлены на поиск места уединения, чтобы принять удобную позу для поражения кишечника. И как только мы это сделали, мышцы передней брюшной стенки пресса начинают сокращаться. Им помогают, но уже рефлекторно, мышцы прямой кишки, что выталкивает кал наружу и приносит облегчение. Помимо этого, мы расслабляем анальный сфинктер и мышцы тазового дна, чтобы они не мешали. Причиной запора может быть серьезное заболевание, а может быть обычная ситуация. Поехали отдохнуть, сменили питание. Да, запоры бывают у тех, кто снижает вес. Нужно время, пока организм адаптируется к новому питанию. Я очень хорошо знаю, с чем сталкиваются люди в таких ситуациях. Поэтому предлагаю на выбор удобный способ решения проблемы, пока организм перестроится. И чуть дальше расскажу, что это. Причины повторяющихся запоров часто бывают в еде. Мы корректируем рацион, и проблема уходит самостоятельно. Нерациональное питание и нерегулярное питание, много сахара, мучного, недостаток клетчатки, овощей, ненасыщенных жиров. То есть из пищевого комка формируются клёклые и тяжелые каловые массы, которые трудно продвигать, и формируют они большие комки, что затрудняет освобождение кишечника. Недостаток воды. Многие просто не пьют воду. Что угодно, чай, компот, сок, кефир, но не простую чистую воду. На программе снижения веса мы начинаем с формирования у вас привычки пить воду. Это также помогает справиться и с отеками. И многие просто не понимают, что без достаточного потребления воды организм оставит её себе про запас. И что это будет для вас? Отёки, одутловатое, пастозное лицо, мешки под глазами. Медленно работает кишечник и вследствие этого всасывается слишком много воды из фекальных масс. Работать медленно он может сам по себе. А может после беременности и родов у женщин, например. Или у людей с лишними килограммами и различными заболеваниями. О них в следующем пункте. Заболевания, которые сопровождаются нарушениями и аномалиями. И аномалиями со стороны желудочно-кишечного тракта. Неврологические заболевания. Гипотириоз. Обменные и мышечные патологии. При сахарном диабете, например, тоже. Мало движений, сидячий образ жизни приводит к слабости мышц передней брюшной стенки и застою в малом тазу. Также приводит к ленивому кишечнику. А вы помните про мышцы, которые помогают в упорожнении. Отсюда и проблема. И дело не в идеальном прессе, а в нормальной работе мышц. Поэтому наша задача укрепить мышцы тазового дна. Ходьбой, бегом, упражнениями. Чтобы не было опущения внутренних органов. Сдавливаний, перегибаний, провисаний, недержаний и выпадений. От этого зависит качество вашей жизни. Препараты. Побочное действие которых запор. К таким относятся сильные болеутоляющие средства. Антоцидные, сердечные препараты. И лекарства при заболеваниях почек. Если вы принимаете такие, то должны с повышенным вниманием отнестись к регулярности стула. Намеренная задержка стула. Когда перетерпливают. Раз, два и так далее. И в итоге кишечник перерастянут и полный, плотными, как камень, каловыми массами. Но позывов нет. Может даже образоваться каловый камень, который невозможно устранить своими силами. Возраст. Мышцы не такие крепкие. Переваривание затягивается. Злоупотребление слабительными средствами. Без клизмы или свечки. И у нас были такие случаи, когда люди сами не ходят в туалет по многу лет. Это шокирует. Но так живут и терпят. И когда начинают делать это самостоятельнее, нет счастливых людей, поверьте. Трещины, геморрой, рак прямой кишки. Когда каждый стул ассоциируется с болью и страхом. И это уже лечится у проктологов. Лечит основное заболевание. Что будет, если не справляться с запорами? В тонком кишечнике всасывается не весь белок, который мы съели. Он продвигается дальше. И чем быстрее он выйдет наружу, тем лучше. Продукты гниения белка это токсины, которые легко проходят через слизистые кишечника. Попадают в кровь и далее обезвреживаются в печени. Если запоры регулярны, то печень не всегда успевает нейтрализовать токсины, которые попадают регулярно из кишечника. Они разносятся по всем клеткам организма. Застой каловых масс способствует поддержанию гнилостных процессов, высвобождению токсинов и формированию воспалительного процесса, как в самом кишечнике, колита, так и в органах, расположенных рядом. Так, например, провисающий, перерастянутый от каловых масс толстый кишечник может давить на крупные сосуды, органы малого таза, вызывая в них воспалительные изменения. Регулярные запоры разрушают кровеносные сосуды и обостряя геморрой. Именно поэтому кал бывает с кровью, а кровопотеря это всегда серьезно. Плотный и увеличенный в размере кал травмирует не только слизистую прямой кишки, но и сам анус, что приводит к трещинам заднего прохода. Жить полноценной жизнью с этими последствиями совсем не камильфо, поэтому стоит пересмотреть свое питание. А теперь 4 самых действенных способа помочь себе. Именно с них нужно начинать, а не с микроклизм и чаев, которые делают кишечник ленивый. Первый. Если вы знаете, что предрасположены к запорам, то первое, с чего вы должны начать свой день, это 2 стакана теплой воды натощак. Метод простой, но эффективный и доказан японскими специалистами. Каждый последующий способ будет сложнее предыдущего. Действуем от простого к сложному. Второй. Берем 0,5 литра магниевой воды донат. Выпиваем натощак 2 стакана плюс магний, это очень хорошо расслабляет. Через 20 минут можно завтракать. Третий. Вам потребуется смешать 2 столовые ложки пектина и стакан воды. Хорошо размешайте и выпейте утром или вечером, не важно. Четвертый. Приобретите в аптеке псиллиум или клетчатку. 3 столовые ложки на 1 стакан кефира или йогурта. Смешать и съесть в любое время. Можно заменить перекус. Все это работающие методы. Выбирайте, какой вам больше нравится и пользуйтесь. Пишите в комментариях способ, которым пользуетесь вы. Обещаю прокомментировать его на безопасность и действенность. Когда беспокоят запоры, ни в коем случае не прибегайте к слабительным эклизмам. Поймите, что это крайняя мера. Когда несколько дней не было стула, живот болит, вы все правильно делали, перепробовали, безопасные способы, но самостоятельно никак. Тогда в порядке исключения можно. Не забывайте о продуктах, которые способствуют мягкому стулу. Чернослив, инжир, изюм, семена льна. Но не стоит полагать, что килограмм изюма поможет, если ваш рацион беден на клетчатку. А гамбургер с картошкой – ваше все. Ключевое слово – дополнит. Каждый прием пищи должен состоять наполовину из клетчатки. А она бывает растворимой и нерастворимой. Ее польза не только в регулярном стуле, но сегодня только об этом ее прекрасном действии. Обязательно чередуйте в своей тарелке овощи, бобовые, водоросли, крупы, фрукты, а также кунжут, курага. Понимаю, как заманчивые аптечные средства, которые очень эффективны, но только в первое время. Вы будете зависимы от них. Все неудачные попытки только усилят мнение, что самостоятельно у вас никогда не получится. Кроме того, добавлю еще литр дегтя в сторону аптечных средств. Они содержат синтетические средства, которые могут вызывать обратное состояние диареи. А это значит, что белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы не усваиваются. Какими бы полезными и изысканными продуктами вы не питались, обставьте себя всевозможными бадами, витаминами, все пролетит мимо. Появится аллергия, которой у вас никогда не было. Кстати, вот видео о железодефицитной анемии. Обязательно к просмотру всем. Поверхностно может показаться, что запор довольно смешная проблема, но только не для людей, ею страдающих. Кто бы что ни говорил о нарушениях нашего физического и психоэмоционального здоровья, напрямую оно зависит от состояния процессов в кишечнике. И его регулярного опорожнения. Перед вами пирамида иерархии потребностей по маслу. И как видите, фундамент это физиология. В том числе и регулярный стул. Посмотрите, как влияет регулярный стул на наше эмоциональное и социальное. Эта пирамида перекосится или даже рухнет, если нижний блок просядет или разрушится. На сегодня у меня все. Подписывайтесь, если до сих пор не сделали этого. И ставьте лайк, если было полезно. До встречи. Пока-пока.